Привет всем, меня зовут Вика и вы у меня на канале про стильный Алиэкспресс. Сегодня я сделаю очередную распаковку. Как я говорю, каждое свое видео сейчас получаю, покупаю, и покупаю, и получаю очень много. Разные одежды на весну и лето уже, так что мы активно готовимся к новому сезону. Наконец-то снимаем с себя все зимнее и облачаемся, ну сегодня облачимся в красивые платьишки. У меня здесь много платьев на лето и брючки. Здесь посылка от Simply, это бренд фабричный. Я в прошлом видео говорила про фабричные бренды на Алиэкспрессе, оставляла список. Вот Simply также к ним относятся, то есть это собственное производство, это не какие-то копии. У них есть свой дизайн, свои наработки. Конечно, что-то они копируют от других известных брендов, но в основном это собственный дизайн и пошив на своей фабрике. Качество бывает разное, бывает и не очень хорошее, но цены очень доступные и модели всегда очень актуальные для молодых девчонок. Я знаю, что молодым девчонкам очень нравится, ну и мне, конечно же, тоже. По традиции в конце видео будет розыгрыш, так что обязательно досматривайте до конца. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Все ваши комментарии я всегда читаю, что-то беру себе на заметку, стараюсь улучшать свои видео, делать их для вас более информативными и полезными. Поэтому пишите мне, я всегда рада. И поехали распаковывать. Я беру первую посылку, кстати, все, что на мне надето, в том числе украшения красивые, джинсы и боди, все, конечно же, с Алиэкспресс. И ссылки в описании. И я распаковываю. Здесь три платья от Simply. Кстати, я напоминаю, что сейчас в Китае идут новогодние праздники. Вообще они очень такие странные у них всегда. Официально Новый год, по-моему, 7 февраля или 10, но все по-разному абсолютно уходят на каникулы. В Китае какая-то такая глобальная миграция каждый Новый год, потому что все разъезжаются по своим родственникам. Так что некоторые фабрики уже закрыты. Я в прошлом видео это отмечала, что вещи могут быть какие-то недоступны сейчас. Но вот Simply я у них просто спросила заранее. Они сказали, что они уходят на праздники с 10 февраля. Я не знаю точную дату выпуска этого видео, но просто имейте в виду, что они отдыхают одну неделю с 10 февраля по 17 получается. А до этого времени и после они спокойно в обычном режиме посылки отправляют. Ну и заказы они тоже не отменяют, как некоторые это делают сейчас. А в принципе вы можете заказать и там подождать недельку обработки. В общем, такое небольшое сступление. Погнали смотреть платье. Чтобы просто обезопасить себя от таких вот казусов во время новогодних праздников, заранее пишите продавцам, если вы что-то хотите заказывать в это время. Спрашивайте, когда он отправит и отправит ли вообще. Если продавец вообще не отвечает и не выходит на связь, значит он уже давно празднует и вообще не в Минозе. Так, платье очень красивое. Мне кажется, даже хлопок. По крайней мере материал такой похожий на лен. Вон у меня, кстати, в прошлом году я тоже такое же примерное платье показывала, только оно было с рукавом. Я его носила летом и прям мне в нем было очень приятно. Возможно, здесь примесь полиэстера. Я сейчас посмотрю бирку. Написано 100% хлопок. Вот. Хорошие, в принципе, швы, ниток по минимуму, только с изнанки торчат. Платье на пуговках, на толстых таких брителях. С акцентом на груди, это сейчас тренд. Грудь мы всячески подчеркиваем. И пуговки такие вот, вроде даже деревянные. Ну, по крайней мере, сделаны под дерево. Конечно, скорее всего, пластик. Я взяла эску. Да, это эска. Я у Симпли обычно всегда беру эски, потому что они не маломерят. У них нормальная европейская сетка. И у Симпли мне очень нравится, что они в описании товара всегда указывают не только параметры, не только объемы самого изделия, но и объемы, на которые это подойдет. То есть обычно... Я, кстати, могу записать отдельное видео, если вам интересно, как правильно мерки снимать, чтобы свой размер угадать. Потому что обычно китайцы указывают именно параметры размера самого изделия, а не ваши. И люди часто из-за этого путаются. Вот. В Симпли же в этом очень удобно. Они даже указывают европейские размеры, которым их размер соответствует. Эска у них обычно такая вот, в общем, полноценная. Не у всех моделей есть эксцесс. И надо смотреть, если вы совсем-совсем пяти, то эска вам может быть даже большевата. Мне очень приятно, когда в комментариях я вижу комплименты своей улыбки. Ведь для меня действительно важна белизна и здоровье зубов. Я вам уже рассказывала, делилась с вами, чем я пользуюсь, чтобы поддерживать белизну зубов. Я пользуюсь отбеливающими полосками от RIGEL. Они мне в этом очень сильно помогают. Это бренд из Великобритании. И вся их продукция, как заверяет производитель, производится по европейским стандартам качества. Полоски не содержат перекиси водорода или карбамида. Поэтому они не травмируют эмаль. И они подойдут даже для самых чувствительных зубок. Вместо перекиси водорода здесь используется запатентованный компонент Eureka HC. Этот компонент своим действием высвобождает активный кислород, который проникает в слои зубной эмали и удаляет налет и все пятна. Не нанося при этом вред самой эмали. Полный курс отбеливания RIGEL состоит из двух упаковок по 28 полосок в каждой и длится 14 дней. Использовать полоски нужно два раза в день, утром и вечером. Половины курса, то есть одной упаковки, хватает на 7 дней. И покупать одну упаковку, как правило, необходимо тем, кто прошел полный курс отбеливания и хочет поддерживать белизну своих зубов. Я по-настоящему оценила удобство использования этих полосок, потому что нанести их можно практически в любом месте. Это действительно очень удобно, когда идешь на встречу или, например, на свидание, едешь в такси. Нанесла полоски 15-20 минут и уже виден эффект осветления эмали. Полоски удаляют налет и убивают все болезнетворные бактерии. А еще они имеют очень приятный мятный вкус. Как ими пользоваться? Откройте пакет со шеи и достаньте полоску. Нужно две штуки на нижний и верхний ряд зубов. Прикладываем полоску к поверхности зубов и плотно прижимаем, а кончики загибаем за зубы. Полоска сама растворится через несколько минут и на зубах останется слой активного геля, который сам смывается с зубов за 10-15 минут. После использования зубы становятся гладкими и очень приятными, как будто только что вышло от стоматолога. Полоски отлично подходят для ежедневного использования, для того, чтобы лучше выглядеть и просто чувствовать себя увереннее. Результат виден сразу, поэтому рекомендую вам ознакомиться и попробовать эти полоски. А у Rigel продолжается акция. На официальном сайте можно приобрести три упаковки полосок по цене одной. А для тех, кто хочет потестировать сначала продукты, есть супер промо-цена от одной упаковки на Wildberries. Количество товара по этой акции ограничено, так что торопитесь. Обе ссылки я оставлю в описании под этим видео. Очень тоже красивое платье я раскрыла. Оно проложено бумажкой, чтобы ничего не помялось, не повредилось. Здесь материал шифон, скорее всего, да, он такой не электризуется, не вот липкий, не противный, не сильно просвечивает. Гладкий немножечко, с небольшим сатиновым блеском. На солнышке будет поблескивать, здесь сейчас не особо видно. В общем, приятная такая ткань, напоминающая шелк. Сто процентный полиэстер, но, как я сказала, он не противный. У платья нету подклада, оно застегивается на молнию сзади. У него круглый классический вырез и есть шлевочки и поясок. Все в тон. Здесь вот на талии присутствует резинка и молния такая прям длинная. Очень, очень длинная. В общем, удобно будет его надевать. Это хорошо, потому что платье белого цвета и, конечно же, было бы марка, если бы молния была не предусмотрена или какая-нибудь была бы неудобная. А на манжетах пуговки белого цвета, такого даже прозрачного больше. В общем, никаких лишних деталей некрасивых. Все очень симпатично сделано. Такое платье на весну-лето классического силуэта даже на работу подойдет. Мне нравится. И открываю следующее платье. Предыдущее, кстати, было в размере S. Не забывайте, что все размеры и все ссылки всегда вы найдете в описании. А более подробные обзоры в инстаграме, в телеграме. Если вам нужно как-то детальнее посмотреть качество ткани, если вы его тут не разглядели на видео, пишите мне в инстаграм. Если я его там не показала, но обычно стараюсь показывать. Это платье такой более уже летний вариант. Это хлопковая ткань. Она, кстати, такая плотная с подкладкой. Спасибо, да, за ваши комментарии. Теперь я знаю, что правильно не подклад, а подкладка. На молнии. Но, да, на молнии сзади. И здесь вот еще резиночка есть тоже сзади. Молния немножечко заела у меня сейчас. Ну, в принципе... А, нет, молния, кстати, длинная. Она там дальше идет резинки. Вот такая длинная молния. Что у меня свалилось? А, у меня кольцо свалилось. Ну, ладно. Белые платья сейчас летом. Не сейчас, еще пока не лето. Летом будут в тренде. Ну, вообще, каждый весенний-летний сезон. Но в этом сезоне прям особенно белый цвет. Прям на пике популярности. Это такое платье вот еще и с вышивкой. Или таким вот нанесением объемным, цветочным. В общем, смотрится достаточно интересно. Вот в таком прям мне хотелось бы отправиться куда-нибудь в отпуск в Грецию. И у него квадратный вырез. Это тоже, кстати, тренд. И завязочка. Вот завязочку я бы, наверное, убрала. Я думаю, это не проблема. Здесь пара шовчиков. Я не люблю вот эти вот дополнительные здесь элементы. Мне кажется, без нее будет лучше. Ну, посмотрим. Кстати, на рукавах. Рука футболочкой. И здесь тоже есть резинка. Надеюсь, она тут не будет сдавливать ручку. Размер S я выбрала. И сейчас пойду примерять. И следующее платье. Тоже с рукавом. Не длинным, а с рукавом футболочкой. Таким интересным, расклешенным. Очень красиво должно смотреться. Оно немножечко в стиле ретро. Тоже размер S. И оно бежевого цвета. В горошек. Длины миди. Там вот у меня упало. Тоже было проложено бумагой. Тоже хорошо сделано. Ни запаха, ни ниток. Приятное, но без подкладки. Вообще. Ну, хотя ткань не просвечивает. Мне кажется, что, в принципе, возможно, контуры белья будет видно. Но в любом случае, под все вот эти летние платья нужно стараться максимально бесшовное и телесного цвета белье носить, чтобы ничего не просвечивало. Платье прям вот красиво будет на фигуре смотреться, я уже представляю. Тоже на молнии сзади. И молния тоже вот такая длинная. И здесь тоже на спинке. А, ну и на животике тоже по кругу идет резинка на талии. В общем, платье примерно у меня получились. Все таких одинаковых фасонов, силуэтов. Но каждая по-своему интересная. Мне нравится вот это вот ретро платье. И тоже, кстати, в офис подойдет. Потому что оно не слишком открытое. Хоть тут и декольте такой небольшой V-образный вырез. Но, тем не менее, и по длине, и по рукаву прекрасно впишется в офисный стиль. И идем дальше. Я закончу с симпли. И потом там еще кое-что на лето. У меня сегодня очень летняя распаковка. Здесь у меня с симпли еще брючки должны быть. И, по-моему, еще одно платье. Давайте я тогда сначала платье раскрою, чтобы закончить с платьями. Да, точно. Это костюм, это брючки и рубашка. И размер S тоже. Все так аккуратно проложено красиво. Конечно, нужно все отпаривать. Сейчас, наверное, все выглядит не сильно презентабельно. Хотя по качеству мне очень нравится. Легкие брючки. Легкая рубашка. Хорошие швы. Нету запаха. Нитки болтаются, но не в самой ткани, а как-то сверху налипли, видимо, при производстве. Пытаюсь бирку найти на штанах, на брюках, простите, бирки нету. Так, на блузке стопроцентный хлопок. Написано. Ну, ладно, поверю, что это стопроцентный хлопок. Хотя, конечно, бывают и врут бирки. Возможно, есть примесь синтетики. По крайней мере, мне почему-то так кажется. И на блузке интересный такой вот ремешок деревянный. Такой эко-стиль. Очень летний. Очень такой трендовый, красивый сейчас. И цвет. Расцветка, по-моему, у этого костюма была одна. Вот именно такая кремово-бежевая. Ну, кремово-бежевый самый такой универсальный цвет. Не выходящий из моды уже очень долго. Ну, и, наверное, никуда он не денется. Тем более, летом. Такой вот песочный, холодный оттенок. Мне нравится. Надо будет посмотреть. На брюках, кстати, кармашки есть спереди. Вот. Но они такого прямого силуэта. Возможно, будут коротковаты. Надо будет примерить. И последние брюки в сером цвете. Серый цвет. Это самый-самый трендовый по понтон в этом сезоне. Серый и желтый. Кстати, я думала, они более будут такие, как пижамные. Они прям из хорошего плотного материала струятся красиво. Ну, не совсем как пижамы уж смотрятся. Боюсь, что сейчас вот зацеплю. У меня тут стол не очень ровный просто. Поэтому их так... У них есть имитация ширинки здесь. Есть кармашки. Так что они не выглядят совсем уж такими расслабленными трениками. А смотрятся как брючки. Мне кажется, будет хорошо. Летом я, кстати, взяла М-ку тут. Не знаю. Посмотрим. Я, конечно же, примерю. Силуэт у них прямой. И очень красиво струится материал. Я надеюсь, вам на камере сейчас это будет видно. Резинка очень хорошо тянется. Почему я взяла М? Наверное, чтобы вот именно эффект струящейся штанины по ножке был. Чтобы они не прилипали к телу. В общем, надеюсь, что они сядут красиво. Но мне нравится, как они сделаны. Конечно, тонкие на лето. Но, тем не менее, ткань хорошая. Дальше идем. Я распакую посылку. Здесь у меня тоже должно быть платье. И да, это... Но платье в очень красиво серо-голубом цвете. Платье в бельевом стиле. И вот оно такое сатиновое. Очень красивое. Я выбрала его по отзывам. Я делала обзор на... Это, кстати, размер М. Делала обзор на платье в бельевом стиле к Новому году. И оно мне не понравилось. Я говорила, что оно очень тонкое и какое-то немножечко окуция. И мне скидывали, что вот здесь вот платье классное. Я действительно посмотрела отзывы. Девочки все в восторге. И я с ними согласна. Оно очень плотное. Оно красиво струится. У меня из этого магазина есть еще сатиновая юбка. Я ей вообще довольна. На миллион процентов такого качества в магазинах вообще не встречала. Материал очень хороший. Я пытаюсь просто вот тут состав посмотреть. Но тут почему-то его нет. Написано только, как стирать. Ну ладно, хорошо. Запах присутствует, знаете, такой новой, дорогой вещи. Вот не знаю, как вам это описать. Но, в общем, пахнет вкусно. Пахнет действительно приятно. Я даже удивлена. Нужно отгладить, отпарить, чтобы посмотреть. Я сейчас боюсь, что мне как-то м-очка велика будет немножко. Если будет велика, я перезакажу себе в размере S. Хотя, по-моему, я вспомнила сейчас, что там было только M и L. Ну, значит, должно быть нормально. Ладно, сейчас пойду мерить. И здесь еще в этом же магазине взяла Body. Кстати, сейчас на Алиэкспрессе такая интересная акция. Когда заказываешь одну вещь, тебе предлагается взять еще что-нибудь, чтобы снизить стоимость. Мне предложили купон на скидку, если я добавлю еще что-то в корзину. Смотрите, у себя в корзине разные варианты бывают. Мне дали купон на 117 рублей, если я закажу в пункт выдачи две вещи. Вот, и я, в общем-то, так и сделала. И сейчас Алиэкспресс еще предлагает добавить несколько вещей в заказ, чтобы ускорить доставку. Вот, так что смотрите, выгодные предложения всякие бывают. И действительно выгоднее. И быстрее брать сразу много. Ну, поэтому я много и заказываю. Очень красивые бирки здесь такие, даже удивительно. Они на китайском написаны. Брэдли Мишель. Это боди в рубчик, боди лапша из тонкого трикотажа. Мне оно сейчас напомнило мое боди с рукавами-буфами. Кто смотрит меня, мои обзоры, меня в инстаграме, наверняка вы видели несколько раз. Ну, в смысле, что я его часто на самом деле ношу. И оно просто по составу, именно по ткани очень похоже. Я пытаюсь в состав найти. И вот, 95% комбет катон. Это что такое? Ну, может быть, комбайн, конечно. Но написано комбет. И 15% эластан. Ну, в общем, какой-то хлопок. 95% возможно. Они имели в виду вискозу. Потому что вот тот бодик с буфом, с рукавом, у меня был из 95%, по-моему, там, процентов вискозы. И вот очень похоже просто. Должно быть приятно к телу. И рукав должен быть длинный. И вот тут такие застежки черного цвета. Три кнопочки. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это водолазка. По-моему, если я не ошибаюсь, там было еще с круглым вырезом. Но, возможно, я ошибаюсь. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя распаковка. И я хочу подарить вот этот вот качественный, хороший, приятный к телу боди. Который подойдет любой девушке под любой абсолютно стиль. Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Подписаться на мой канал. Обязательно, конечно, подписаться на мой инстаграм. Виктория, нижнее подчеркивание, Арон. И оставить в комментариях свой ник в инстаграме, чтобы я проверила условия. Итоги я подведу через неделю после выпуска этого ролика. Подвожу их всегда у себя в инстаграм. Публикую в историях. И под новым видео в описании также указываю победителя. Презент я отправляю за свой счет в любой город России. Но если вы не из России, мы в любом случае с вами договоримся по доставке. Просто посмотрим удобные какие-то для нас варианты. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Выпусков будет много. Я видела комментарии, что вы хотите видео про аксессуары и про сумки. Я как раз их сейчас заказала. И жду, чтобы вам показать очень интересные варианты. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok